Всем привет! Это реалити-шоу «Битва блогеров». Мы, телевизионщики, знаем сотни способов, как удивить вас, зрители, прямо как блогеры. И сегодня мы снова познакомимся с очень креативными ребятами. За звание лучшего блогера будут бороться Денис, Алена и Женя. Всем привет! Мне Алена... Всем привет! Я Алена. Мне 26 лет и я из города Чебоксары. Считаю ли я себя блогером? Ну, так, наверное, чуть-чуть, потому что для меня блогер это тот, у которого там по 2-3 миллиона минимум подписчиков. А у меня... Ну, что у меня? У меня блог в Инстаграме, это 7 тысяч подписчиков. Ну, так, но все равно я рада. Дальше у меня блог в ТикТоке, это 380 тысяч подписчиков. Ну, для меня это гордость. И да, меня уже узнают в Чебоксарах, в Чуваши, мне пишут в Инстаграм. Алена, пожалуйста, приезжай в район, я сама из Красных Читай. Приезжай, пожалуйста, в Красный Читай, мы с тобой пофоткаемся. В этом году, в начале этого года, я смотрю ТикТок, и вроде бы люди снимают такую ерунду, но у них просмотры заходят, и подписчики есть. И я такая думаю, может, и мне попробовать. В принципе, думаю, знакомые на меня не будут смотреть, сама что-нибудь буду выкладывать, может быть, просмотры пойдут. Вот, начала снимать. Первое видео, которое у меня залетело, это 65 тысяч просмотров набрало. Вот, и потом Ирина Кузьмина пишет в своем сторис, что вот хочет сниматься с людьми в ТикТоке и набирает команду. И я такая думаю, о, есть люди, которые тоже хотят развиваться в ТикТоке. И вот у нас образовалась команда, это Ирина Кузьмина, Денис Кириллов, я и богатырь, все ее вообще боксеры знают. Я хочу прочитать, что про меня люди пишут, потому что для меня это очень важно. Я проснулась без настроения, но зашла в ТикТок и увидела эту красотку с хорошим чувством юмора. Ты сделала мой день. Всем привет, меня зовут Денис, и я могу сказать, что я блогер. А все началось с того, что я просто начал постить фотографии в Инстаграм, как и многие, наверное, сейчас это делают. И буквально вчера, сидя, получается, в Инстаграм, я хотел выложить сторис из воспоминаний. И смотрю, у меня есть фотографии с 7-летней давности, оказывается, в моем Инстаграме минимум 7 лет. Из простых выкладываний фотографий я начал демонстрировать более подробно свою жизнь, чем я занимаюсь, чем так дышу, можно сказать. И на самом деле это сегодня дает большие результаты, потому что я не рассматриваю как блогерство, как отдельный вид заработка. Например, я развиваю себя как фотографа. Откуда обо мне узнают люди? Естественно, из социальных сетей. Фразы, из-за которых 30 лет назад можно было попасть в дурдом. У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать. Я буду в лесу, но ты мне позвони. Скинь мне фото на мыло. Помимо Инстаграма мы с командой, собравшись с других блогеров, развиваем новую площадку. Это ТикТок, где видим большие перспективы развития. Большей частью в ТикТок, конечно, заходит этот контент с юмором. Но все чаще появляются люди, которые развивают разные блоги. Например, с финансами. Я вот видел, да? Кто-то по личностному росту. И люди это смотрят. Мы любим то, что делаем, и нам это нравится. Плюс у нас очень сильно рамки в голове ушли. Это все благодаря ТикТоку, я могу сказать. Допустим, когда я снимал, ходил в сториз, и когда этот человек такой прятал телефон, да, я думаю, сейчас пройду и опять достану и сниму. А сейчас мне все равно. Я просто достаю телефон и снимаю себя. Всем привет! Меня зовут Женя Егорова. В социальных сетях меня можно найти как Евгения и Джи. Почему Евгения и Джи? По первым буквам моей фамилии, Егорова, я придумала себе такой логин Евгения ЕГ. Но читается ЕГЭ не очень красиво. И как-то один раз в прямом эфире известный рэпер увидел, что я вошла в его прямой эфир и сказал мне, Евгения и Джи, привет, держи. И я подумала, вау, это звучит классно. Поэтому теперь я Евгения и Джи. В 14 лет я взяла в руки гитару и очень полюбила это дело. Теперь у меня не проходит ни дня без песни. Все мои друзья называют меня девочка-песенка. Поэтому я снимаю свои видеоролики, каверы, снимаю клипы на популярные песни и выкладываю их в YouTube и в Instagram. И я потрачу на хип-хоп свой самый лучший день. И я потрачу на хип-хоп свою лучшую ночь. Потрачу все, потрачу все, что очень нужно мне. Я ради музыки на все готова. Найти меня вы можете по двум хэштегам. Это кавер Жени Егоровой и невероятная жизнь Жени Егоровой. Почему кавер уже рассказала, почему невероятная жизнь? Потому что я очень люблю совершать какие-то неординарные поступки, чтобы было чем поделиться со своими подписчиками. Например, совсем недавно, на целых полгода я решила переехать в Краснодар, чтобы рассказывать о своих приключениях в другом городе. Я не стремлюсь к большим количествам подписчиков, к монетизации. Я на этом не зарабатывала. Я просто вдохновляю и радую людей, и они отвечают мне тем же. И очень приятно читать те письма, которые поступают мне в личные сообщения. И снова здравствуйте! Здравствуйте! Друзья, вас ждет крутое приключение. За два часа нужно снять яркий и креативный ролик. Вы можете использовать любую технику, привлекать помощников, приносить реквизит. Главное, уложиться вовремя. А тема у нас сегодня такая. Москва или Чебоксары? Не зря же мы начинаем битву у Кремля. Пусть и не Московского. Ну что, вперед! А, вон там люди. Пойдем. Здравствуйте! Можно вас спросить? Один вопросик. Ну почему? Алена, первая мысль, которая пришла тебе в голову, когда ты услышала тему задания Чебоксары или Москва? Мне в голову пришла мысль, что же сделать, что сделать. И я решила, что, скорее всего, будет прикольно спрашивать у людей, у прохожих, что они думают и почему. А потом я решила, что я буду рассказывать, чем лучше, что здесь интересного есть. Как-то так. Здравствуйте! Здравствуйте! Какой город вы выбираете, Москва или Чебоксары? Чебоксары. Почему? Потому что я здесь живу, это мой родной город. Ага, спасибо вам большое! Yes! Один человек есть! Ну это новый опыт для меня, это очень интересно, я к незнакомой людям никогда не подходила. Было очень страшно начать. Как так? Ты же блогер, мне кажется, блогеры наоборот самые смелые, без комплексов. Я? Да! Я вообще не смелая, я вообще не смелая. Ну-ка, ну-ка, давай рассказывай. Ты говорила в визитке, что нужно быть самой собой. Что мы знаем про Алену? Ты не смелая, а дальше? Я не смелая, я скромная. У меня нет мега высокой самооценки про себя. Ну, вот так, есть как есть. Что ты из деревни? Ну, просто веселая, как сама. Ты что, стесняешься того, что ты из деревни? Нет, вообще никак не стесняешься. Расскажи, я знаю, вы еще вроде чуварский аккаунт ведете. Да, мы снимаем, мы ведем чуварский аккаунт. То есть в ТикТоке сейчас там 16 тысяч подписчиков. Мы его завели для того, чтобы смотреть, как ТикТок работает по геолокации. Мы начали туда заливать ролики с чуварскими песнями. И очень круто они начали заходить. Раз уж мы заговорили о ТикТоке, вот я вчера создала ТикТок. Ух ты, поздравляю. Спасибо. Смотри, самые популярные ошибки, которые делают новички. Что нельзя делать? Что нельзя делать? Да, посоветуй. Ну, самое первое, ТикТок очень сильно смотрит на возраст. То есть если тебе меньше 14 лет, он не продвигает тебя. Второе, нельзя копировать чужие видео. Это полностью авторская социальная сеть. То есть вы, допустим, с подружкой сняли вместе, да, один и тот же ролик. Нельзя его грузить и подружке, и тебе. То есть нужно разное снимать. Потому что ТикТок думает, что вы скопировали видео. Украли. Да, украли. И после этого у вас активность тоже может упасть. Рыбак. Сейчас к нему и пойду. Мне страшно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как рыбалка? Да, так себе. Какой город вы выберете, Москва или Чебоксары? Ну, конечно, Чебоксары, зачем мне Москва? Прямо в городе рыбу ловлю, вроде бы плохо. Круто. Спасибо вам большое. Ну, конечно. Ага, всего доброго. Вам удачи. Я буду ездить по интересным местам, что-то добавлять. Надеюсь, будет смешно и весело, как обычно мои остальные ролики в ТикТоке. Сперва меня, а потом вот так вот наверх поднимаешь, хорошо? Чтоб все прям было видно. Так, что там надо было? У нас есть? У нас Чебоксары. А, а у нас в Чебоксарх есть еще одна гордость. Это своя база звездных войн. Так называют жители других городов. Но на самом деле это прекрасный театр, опери и балета. Немного статистики. Средняя продолжительность работы блогера над постом – два часа. Недаром эта цифра встречается в нашем шоу. Видео популярнее фотографий в Инстаграме на 49%. Причем особым спросом пользуются инструкции, интервью и новости. Здесь даже солнца не видно. Говорят про Москву. На самом деле, если рассматривать Чебоксары или Москва, сравнивать плюсы-минусы, тут нужно просто сравнивать от того, чего вы хотите. Я наблюдал за твоей работой и поняла, что ты просто наговаривал много-много текста. Не думаешь ли ты, что это будет скучно постоянно на тебя смотреть в кадре? Ну, я когда снимал, я старался менять позиции. Соответственно, это будет разбивать, получается… В динамике добавить. Да, в динамике добавить. Плюс я к ролику своему добавлю обзоры нашего города с высоты птичевого полета. Так как мы говорим, что наш город красив, зеленый, и это подчеркнут многие гости нашего города. Так что я хочу показать это все дело с высоты птичевого полета. Надеюсь, это будут твои кадры? Да, это будут мои кадры, которые я сделал, когда это было возможно. Денис, вы сегодня соленый конкурент в шоу, но друг другу помогаете. Как так? Мы друзья, мы снимаемся, мы делаем крутые видео вместе. Сегодня мы занимаемся любимым делом. Опять же, да, мы снимаемся. И здесь я не в целях выиграть, а получить приятные эмоции, ощущения и про все время. То есть ты честно-честно снимал ее как можно лучше? Да. Отлично. Я ей помогал. Отлично. Мне нравятся чебоксары тем, что у меня здесь есть друзья, это мой дом, я тут вырос, я тут, наверное, уже 15 лет в этом городе. И здесь мы активно развиваемся в сфере блогерства. Ну и хочу про тикток спросить, поскольку все-таки не так много в чебоксарах у нас популярных блогеров в тиктоке. Как там можно заработать? Сейчас идет информация о том, что в Америке начали тикток монетизировать как ютуб. Ну, то есть идет какой-то красивый просмотр, хотя за это заплатят. В России сейчас этого нет. И не знаю, будет ли это, потому что сложно обещать того, что ты не делаешь. То есть я же создатель тиктока. Если есть люди, кому нужна реклама, либо это может быть заказан ролик в юморном характере. У меня, получается, от какого-то бренда, где мы сняли рекламную деятельность выложили. Плюс тикток – это крутая площадка для новых музыкантов, артистов, потому что сложно заявить о себе в телевидении. То есть это дорого, а в тикток это доступно. То есть у какого-нибудь начинающего блогера можно танец песни купить за рублей 500. То есть музыкант создал свой трек, он хочет его раскрутить, он платит блогеру деньги за то, что блогер снял видео на его песню. Правильно я поняла? Все правильно, да. То есть большое количество блогеров, так скажем, сняли видео, и песня начинается в ритме держаться у людей, то есть в голове. А потом они, не значаясь, сами начинают ее и в плеерсе скачивать, и слушать. Я знаю некоторых звезд, не лично, а по трекам. Я их не видел, а треки в голове крутятся. У платформы тикток самая молодая аудитория. 70% это люди до 24 лет. Многие игнорируют тикток именно из-за этого. А зря. Вспомните, как начинал фейсбук. Изначально это была платформа для студентов. Потом молодым людям надоело, что в фейсбук пришли их родители, и появился инстаграм. И вот примерно то же самое происходит сейчас с тиктоком. Самое время заводить аккаунт именно там. Спасибо тебе большое, что согласился мне помочь. Сейчас мы с тобой поставим палатку. Ох, и надо показать, что... Блин! Давай, Пима. Спасибо. Надо показать, что у нас здесь простор для души. Я первая в истории проекта блогер, который пришел с личным охранником. От чего он тебя охраняет? Не от подписчиков, нет. Мы открыты к общению. А у меня слишком много техники, слишком много декораций. Укулеле, палатку, это все дорогостоящее. Страшно оставлять. Вот мы оставили, отошли, а приглядывать надо. Я поняла, но твой охранник еще и оператор, так ведь? Верно, верно, да. Он мне сегодня помогает. Я думаю, мы снимем пас на видео. У тебя так удобно будет? Под руку, наверное, лучше снимать эту кнопку. Смотри. Вот так, да? А давай музыку послушаем. Что-то пошло не так. Ладно, я пошла за другой палкой. Это тяжелее, чем я думала. О, получилось. Я очень люблю писать такие песни и решила, что мой ролик сегодня будет музыкальный. И очень хотелось отойти от центральной части города, от залива, от Красной площади, показать и раскрыть наш город с другой стороны, что у нас много других замечательных, прекрасных мест. Если ты романтика, любишь звездное небо, приезжай к нашему боксеру. Если вдруг еще тут не было, в Москве звезд много, может, встретишь их в метро, а здесь не видно ничего. Танцы с укулеле. Так все-таки Чебоксары или Москва? Мне нравится очень наш город, я люблю наш город. Он очень красивый, в нем очень приятно находиться. Здесь замечательные люди, потрясающая природа, о чем я тоже скажу в своем ролике. Но и Москва, у меня масса преимуществ. Это карьерный рост, большие возможности, круг общения. Поэтому я покажу плюсы и нашего города, и плюсы столицы России. И предоставлю зрителю выбор. Ну, я так понимаю, природу мы нашли вот здесь, да? Недалеко от Певческого поля, замечательные деревья. Да, я очень хотела показать Забожье, но думаю, туда очень далеко ехать. И за два часа, которые дают нам на выполнение задания, просто невозможно успеть снять и объездить все. Зато за это время ты успела нарезать звездочки и перешить их к палатке. А ты всегда вот так вот дотошно к мелочам относишься? Да, если у меня рождается какая-то идея в голове ролика, это прям все продумываем, и мелочи, и детали. У нас в Чебоксарах очень красиво, особенно в августе, горят на небе звезды. А в Москве такого не увидишь, потому что Москва очень хорошо освещается. Поэтому приезжайте все к нам, чтобы смотреть на звездопад и загадывать делания. Ух, кто-то мне сел в глаз. Кстати, а как ты относишься вот к людям, которые уезжают в Москву? Ты их поддерживаешь? Я думаю, что они молодцы, потому что они себя развивают, они не сидят на месте, они стремятся к чему-то. Но я знаю, что из Москвы все равно возвращаются сюда навещать друзей, родственников. Лечить зубы. Лечить зубы, потому что здесь действительно всего дешевле. Да, но зарплата там, конечно, выше. Расстояние между Чебоксарами и Москвой по трассе 637 километров. Где-то там сейчас живут и работают наши родные, друзья и, конечно же, эксперт-шоу «Битва блогеров» Антон Михалев. Антон – это член Академии российского телевидения, режиссер и креативный продюсер проектов для телеканалов «Дисней», «Карусель», «Никелодио». И, конечно же, блогер. На своем канале «Разнос» Антон разносит видео разных авторов и учит делать его профессиональнее. Наш эксперт уже осмотрел ролики участников и прислал ответ. Мы, наконец-то, узнаем, кто же победил в сегодняшней битве. А давайте у случайных прохожих спросим, какой город они выберут – Чебоксары или Москва? Ну, Москве очень суетно, здесь все-таки поспокойнее и достаточно красиво, особенно здесь, в центре. Мы первый раз приехали, поэтому мы впечатлены. Какой город вы выберете – Чебоксары или Москва? Лучше Чебоксары нигде ничего нет. Спасибо! Это наш город, любимый город. Мы ничего не будем менять. Классно! Мы изменяем. Классно, супер, спасибо! Чебоксары. Почему? Потому что я здесь живу, это мой родной город. Чебоксары. Чебоксары. А почему? Потому что в Чебоксарах живем. Ага. В Москву не ездим. Я тоже. Ну, конечно, Чебоксары. Зачем не Москва? Ага. А почему Чебоксары? Чебоксары? Ну, нравится мне город. Здесь родился. Красивый год. Вот. Прямо в городе рыбу ловил, розиков. Круто. Спасибо вам большое. В Бразилии есть статуя Иисуса Христа. А у нас, мать, в Москве такого нет. А у нас в Чебоксарах есть еще одна гордость. Это своя база звездных войн. Так называют жители других городов. Но на самом деле это прекрасный театр, опыри и балета. Почему он так выглядит? Он просто построен в форме лебедя, который заплывает на Волгу. А Волга находится там. Итак, счет 5-0 в пользу Чебоксар. Ну, конечно, зачем же нам Москва? Ведь у нас есть своя! Чебоксары лучше всех! Чебоксары лучше всех! Даже солнца не видно! Говорят про Москву. Повторим начало. Даже солнца не видно! Говорят про Москву. На самом деле, если рассматривать Чебоксары или Москва, сравнивать плюсы и минусы, тут нужно просто сравнивать от того, чего вы хотите. То есть, если это развитие бизнеса, то, понятное дело, в Москве больше возможностей. Но, чем мне нравится наш город Чебоксары, это уютный город, спокойный, можно от одной точки до другой добраться очень легко. Это всегда прекрасная погода на берегу Волги, в Москве. Это все-таки трафик, и люди, большая часть даже москвичей не видят саму Москву. Они живут. Дом-работа, дом-работа, то есть, и у них большое время не уходит на дорогу. Здесь такого нет. Я сказал, у нас здесь большая мобильность, и люди от этого открыты и больше улыбаются. Когда танцуют на чувашских свадьбах или на праздниках, люди, смотря на этот танец, всегда бодры и веселы. Я еще начал ролик с фразы «Здесь даже солнца не видно». Я жил в Москве, правда, небольшой промежуток времени, и это было осенью 2019 года. Соответственно, за осень было единичное количество дней, когда была хорошая погода и было солнце. А в основном это была всегда тучность и смог. И вот недостаток солнца все-таки как-то влияет тоже на мотивацию, на вдохновение. Здесь, как видите, у нас солнечная яркая погода. Что я выберу, Москва или Чебоксары? Понятное дело, каждый для себя сам это должен выбрать. Но сегодняшний день мне нравятся Чебоксары тем, что у меня здесь есть друзья, это мой дом, я тут вырос. Я тут, наверное, уже 15 лет в этом городе. И здесь мы активно развиваемся в сфере блогерства. Всем привет! Сегодня мы сравниваем две столицы Чебоксары или Москва. И там и здесь есть Красная площадь, есть Арбат, но все это вы уже видели, поэтому покажу вот так. Если ты романтик и любишь звездное небо, приезжай к нам в Чебоксары. А если тут еще ты не был, в Москве звезд много, может, встретишь их в метро, а на небе без освета не видно ничего. На выходные из Москвы все летают куда-то, Париж или Массоу, чисто туда и обратно. А мы тут, Чебоксары, ходим на любимую дачу, зато есть овощи свои и яблочки в придачу. В Москве высокие зарплаты и карьерный рост, а в Чебоксарах с этим что-то не срослось. По вечерам тут тихо даже в субботу, из дома вылезать никому не охота. А в столице России жизнь всегда кипит. Не зря все говорят, что Москва не спит. Мы в Чебоксарах обойти пешком весь город можем. В Москве так не получится, понадобится лет так восемь. Потом до часу ночи нужно на метро успеть, иначе до пяти утра придется просидеть. В Москве и Чебоксары вопрос такой с подвохом, не скажешь однозначно. Там хорошо, там плохо. Цените лишь мгновение и выбор лишь за вами. Какой город лучше, вы уж и решайте сами. А мне без разницы, какая за окном столица. Быть может, где родился, там и пригодился. И если делать дело для родной Чуваши, тогда уже в столицу переезжать не страшно. Всем привет, друзья! Новый выпуск, новая битва, новые герои, новая тема. Москва или Чебоксары? Я вообще не знаю, как вы убираете, но вы выбор свой сделали. Свой выбор я сделаю в конце моего обсуждения ваших видосов. Итак, погнали! Аленка, симпатичная очень девчонка, такая прямобойкая зажигалка, на которую очень долго можно смотреть. И это несомненный плюс вообще глобально твоей работы. Опрос. Достаточно популярная, востребованная форма видео. Единственное, только опрос у тебя получился не самым лучшим, потому что он был очень однообразный. Одинаковые ответы, а опрос все-таки это такая форма, где разные точки зрения. И если бы ты добавила одного или двух людей, которые либо сомневаются, либо считают, что в Москве круче, это было бы лучше. Денис, это получился настоящий блог. Блог, где есть человек, который свою точку зрения транслирует зрителю. И если типа зрителю неинтересно, пожалуйста, не слушай, не смотри. Но мне не хватило энергии, подачи, настроя. Ты это можешь. Я видел это. Разогнался только к моменту, когда начал танцевать. Неплохой, кстати говоря, прием с селфи-съемкой. Это клево. Но в твоем видео это выглядело вставным зубом, потому что использовал это всего лишь один раз. А это плохо. Используй находку или прием два-три раза. И тогда это будет решением каким-то визуальным, художественным, если можно так сказать, блогерским. В общем, Дэн красавчик. Хорошо, что рассказал свою точку зрения. Молодец. Вот, кстати говоря, Аленка, у тебя был опрос, а у Дэна была своя точка зрения. Это два разных видео и имеющих абсолютно прав на существование, ребят. И, наконец, третья участница – Женя. Такого не было. Молодец, заморочилась, написала песню такой, нагрузила смыслом ее. И, в общем, в такой достаточно необычной, легкой, прикольной форме ответила на вопрос, Москва или Чебоксары. Хотя кача могло бы быть и больше. Особенно в такой музыке, в таком стиле музыкальном. В общем, такое ощущение немножечко, в общем, смущалось, но вроде как все получилось. Пришло время подвести итоги. Итак, среди трех участников – Аленка, Денис и Женя – в этой битве блогеров побеждает человек, использующий абсолютно неожиданные и самые оригинальные решения. Это Женька. Поздравляю тебя, Жень. Молодчина. Продолжай удивлять зрителей, продолжай удивлять нас. Продолжай удивлять себя. Москва или Чебоксары. Да, все классные, оба классных города. Я вообще не понимаю, как вы их выбирали. Вообще не понимаю. Я люблю и Чебы, и Москву. Мы тоже поздравляем победителя. И, кстати, вовсе не призываем вас становиться блогерами. Просто рассказываем, что у людей этой профессии есть свободный график работы и возможность вот так отдохнуть на Красной площади во время рабочего дня. У людей этой профессии есть популярность, ну и, конечно, деньги. Ну, а я журналист. Пойду делать новую битву блогеров. Субтитры создавал DimaTorzok